В студии генеральный директор ТРК «Эммануил» Галина Волченко. Дорогие и благословенные слушатели, мы с вами на волне телерадиокомпании «Эммануил». Так называется наша телерадиокомпания «Эммануил», но все вы знаете, что у нашей радиостанции есть еще имя «Светлое радио». Оно пришло к нам до того, как мы вышли в эфир первый раз в 2005 году, в июне. Буквально за несколько месяцев до выхода в эфир у нас активно началась, продолжалась и закончилась успешно в нужный срок работа по тому, чтобы выйти, имея лицензию, в эфир. «Светлое радио», «Светлое радио», «Светлое» — это слово, это как пароль, как ключ, чтобы в интернете вы могли найти сайт нашей телерадиокомпании. «Светлое.орг» — это то место, где собрана практически вся информация, и то место, такой распределительный узел, откуда можно попасть на различные ресурсы, которые мы готовим для вас, занимаемся ими. И я рассказывала в прошлой рубрике о наших социальных сетях, о Фейсбуке, Инстаграме. Так вот, зайдя на наш сайт «светлое.орг», нажав определенные кнопочки, которые видны сразу же рядом с нашим логотипом, вы можете попасть вот на эти ресурсы — Фейсбук, Ютуб, наш медиа-архив подкасты, Телеграм, Инстаграм и Твиттер. Везде вы сможете подписаться и быть частью нашего такого движения в интернете. Что ещё есть на этом сайте? На этом сайте есть одна очень важная, очень главная молитва, которую нельзя не увидеть, зайдя и открыв эту страничку. Это молитва о себе, молитва прихода к Господу. Она поменяла множество жизней, она очень важна. Я думаю, каждый из вас так молится или молился хотя бы однажды в своей жизни. Также на этом сайте есть информация о новостях нашей радиостанции. Сейчас там размещена статья о том, что мы продолжаем вам рассылать паспорта, уникальные паспорта светлого радио. Где-то в прессе я видела информацию, что скоро отменят бумажные паспорта, у нас будут ID-карточки. И тем более будет отменена, или об этом сейчас обсуждают этот вопрос, будет отменена прописка. А мы для наших друзей, для тех, кто считает себя частью нашего служения, мы присылаем паспорта светлого радио с пропиской в сердце нашей редакции, в наших сердцах. Редакция — это люди, редакция — это наша небольшая группа редакторов, ведущих, инженер, медиаредактор. У нас немного, но мы знаем, что мы не одни, что мы с вами. И вы, наши благословенные партнёры, волонтёры, поддерживаете нас во всём. Об этой поддержке на сайте мы можем увидеть ссылочку, как поддержать финансово. Легко, нажимая пару раз мышкой, вы переходите на ресурсы банка, который нас обслуживает. Также вы можете не только слушать программы в эфире, но и почитать некоторые расшифровки наших программ. Вы увидите рубрику, вы увидите баннер «Читай наш блог». И там можно читать, не только слушать. Также здесь представлены сразу три наших проигрывателя. Наше основное радио, наше детское радио и радио музыкальное на русском языке, которое мы просто назвали «Светлое радио». Конечно же, здесь информация о последних эфирах, программах, о наших гостях. Вы тоже всё это можете почитать, посмотреть, полистать, как журнал, сайт. Очень интересно. И наверняка с ваших планшетов, телефонов и компьютеров легко зайти, легко найти нас. Конечно же, есть такая опция, такая возможность — молитвенная поддержка. Мы как люди, мы как верующие люди обращаемся к Богу в молитве друг за друга. И там вы можете размещать информацию о той ситуации, которая беспокоит сейчас вашу семью. И мы, заходя на эту страничку, верим, что наши посетители, наши слушатели, заходя и читая ваши проблемы, ваши просьбы, обращаются к Богу с верой, что Он слышит движение наших сердец и отвечает. Слава Господу! И, конечно же, мы благодарим вас за то, что вы нас поддерживаете своими звонками. Сейчас мы просим поддерживать нашего нового ведущего Евгения, который практически через день у нас в эфире. Я знаю, многие из вас звонят, многие из вас благодарят за тот дар, которым его Бог наградил, его голосом. Но надо поддерживать, надо поддерживать, чтобы он меньше волновался, чтобы ему было легко и интересно работать в нашей компании, в нашей редакции, на нашей радиостанции. И, конечно же, друзья, так же, как на сайте, вы легко можете перейти в поддержку радио. Я не могу не сказать слов благодарности вам, наши дорогие верные партнёры. Мы все вместе, мы делаем программы, вы молитесь, вы финансируете эту работу. Вы же знаете, что нам необходимо оплачивать 8 вышек в 8 областях. Нам необходимо оплачивать наш спутник. Спутник, который вещает на всю Европу и подаёт сигнал для вот этих перечисленных 8 вышек. Таким образом, из Киева через спутник поступает сигнал, и там распределяется в той иной области. Конечно же, интернет. И как в любой семье у нас масса расходов. И вы знаете, это не просто, что какой-то форс-мажор, и вот у нас какая-то неприятность. Нет, нам просто нужно регулярно и стабильно каждому из нас участвовать в этой работе для того, чтобы каждый месяц, по сути дела, проплачивать одни и те же счета. Но так хочется, чтобы к нам присоединились люди, которые помогли бы нам не только вовремя оплачивать эти счета, но чтобы мы могли приобрести необходимое оборудование. Выходит оно из строя, хотя техника вроде и надёжная, но уже 16 лет в эфире. Многое-многое, что в нашем офисе служит до сих пор. Но часть оборудования, часть приборов нужно менять, они нуждаются вот и в таких финансовых вложениях. Не говори же о том, что нам так хочется дать рекламу, бигборды, которыми полны трассы, которыми наполнены города, чтобы там люди увидели, узнали, что есть такое радио, есть такой свет. Поэтому вот такие у нас нужды. И те, кто участвуют с нами во всём этом движении, вы настоящие друзья, настоящие соработники, верные Божьи служители. Мы благодарим вас. И, конечно же, приглашаем, приглашаем, пока ещё есть время, многих других людей присоединиться к этому служению. Есть масса направлений, куда можно вложить свои силы, свою молитву, свои финансы. Поэтому вы можете участвовать с другими, наряду с другими служениями и в служении Светлого радио «Эммануил». Тем самым каждый вклад по мере вашей возможности, по мере ваших сил, потому что Бог определяет, он важен. Потому что 10 человек — это уже в 10 раз больше, 100 человек — это уже в 100 раз. Ну и количество человек, оно же важно не только для того, чтобы мы продолжали работу, а для того, чтобы этот плод, плод работы радио, количество людей с обращёнными сердцами к Богу, с изменёнными жизнями, чтобы этот плод рос, увеличивался, чтобы больше людей узнали, как хорошо с Господом, как хорошо в этом свете, как хорошо иметь инструкцию жизни, Библию, Божье Слово, как хорошо знать, что рядом есть братья и сёстры, которые помолятся, которые поддержат, которые рядом, которые верят тому же Богу, как и вы, которые являются детьми этого Господа нашего благословенной. И вы наши дорогие, любимые слушатели. Мы хотим, чтобы следующая неделя для вас была полна встреч, где вы сможете поделиться информацией о радио, поделиться своей любовью и стать благословением для многих людей. От всей команды Светлого радио «Эммануил» с любовью, с открытым сердцем ваша Галина Волченко. Светлого радио «Эммануил»